всех приветствую на моем канале да как теперь это принято и хотелось сегодня заснять видео как раз заканчиваю изделие готовое хотел показать на примере как я делаю последнюю обработку то есть отпариваю выравниваю то есть довожу изделие до полной готовности перед отправкой перед фотографии и отправка клиенту речь идет о кардиган крылья в данном случае но это или пальто или кардиган разницы нету и принципе новые по такой же технология провожу как бы от парку всех изделий неважно то есть как бы это мохер или меринос то есть значение не имеет дело я обычно это просто на полу у меня есть толстые махровое полотенце мне так удобней чем на гладильной доске начинаем с низа когда я набирая показывал у меня видео есть да как я набираю петли вот вот сначала получается такой под закрученный край и дальше я буду сейчас его выравнивать делаю я прямо утюгом у меня просто постоит вот на максимальной температуре и максимальный пар до чтобы он выходил и дальше то есть я обрабатываю паром стараясь не касаться самого изделия то есть сначала я прохожу потому что она после стирки достаточно все-таки ну жестковато и ну неровно вот первоначально делаю эту косу я всегда загибаю вот чтобы она получалась ровненько и большим количеством пара обрабатываю когда отпариваю косу я вот так вот паром обдаю а потом слегка каждый вот этот перехлёст вытягиваю чтобы она была более объемная широкая главное в этот момент то есть когда вы паром проходите да вот вытянули и потом старайтесь то есть не трогать дать изделию остыть потому что при обработке пар мы потом последующем остывание петли запоминают форму да и они даже потом после стирки принципе уже ее не меняют и так я прохожу весь низ то есть краешком я могу чуть-чуть носиком вот если так вот касаться да то есть только для того чтобы как бы раскрутить вот этот низ вот обдаю буквально сантиметр не касаясь изделия потом придерживать даю возможность от и остыть то есть я не трогаю то есть пока он не остынет то что если сейчас буду брать соответственно как бы она потеряет смысл и вот она мне остывает прохожу дальше и так весь низ до конца то есть сначала я обрабатываю именно низ изделия вот что было видно опять даю остыть краю и прохожу сейчас дальше вот по такому принципу если у вас есть пара отпаривателя просто у меня отпариватель ну как бы мне видимо слабоват хотя вроде бы он и мощный все но мне утюгом комфортнее и удобнее работать но быстрее получается отпаривать им проще когда есть у вас изделие первое села на вешалке она готовая была лежала где-то вернее не висела лежала на полке до сложного решили надевать его тогда можно просто на вешалку повесили да и паром аппарат парователем прошлись до чтобы разровнять вот а когда изделие только новое только еще сшито только связано по и постирано то лучше это все-таки сделать большим паром ну то есть в данном случае у меня утюгом я делала конечно при движении рука устает все таки да потому что вы держите вы как получается вы не касаетесь да и вы держите утюг на весу если утюг хороший по мне то есть из всех утюгов у меня ой у меня какой там филипс вот у меня тоже на третий утюг у меня было на еще на производстве такими пользовались тоже но кроме профессиональных до больших этих станков если какая-то мелочь что именно такие утюги мы брали то есть они самые надежные и пару них сильный служит прослужит долго опять с этой стороны коса вот снизу даст то есть и сначала пока снизу только прохожу и вот я опять оттягиваю каждый перехлёст вот он получается ведь коса получается объемная сейчас на остынет и дальше я уже буду разворачивать изделие у меня прямо здесь вот сейчас покажу то есть там у меня балкон я прямо это делаю около балкона оттуда идет как раз воздух прохладный поэтому так даже удобнее обычно производства всегда то есть есть такие станки специальные до паровые столы которые то есть снизу нажимаете на педаль подается пар он снизу проходит через изделие сквозь изделие а потом на другой педаль нажимаете и аппарат как бы всасывается обратно холодным воздухом сверху да то есть он идет в обратную сторону как вытяжка начинает работать и благодаря этому то есть все изделия промышленные когда покупать они по петельке все ровным дальше я разложил мне сделан карман вот то есть карман сначала один раз я просто обрабатываю вот так вот паром вот его разравниваю и далее уже расклад так как у меня изделие если вы видели или у вас есть мастер-класс по пальто или брали мастер-класс по карману карман я делаю в самом конце изделия когда уже изделие полностью готово то есть я надеваю на себя примеряю где я ставлю карман да в зависимости от размера вот и потом уже делаю карман и теперь проходим по всему полотну утюгом занятие не быстрое чтобы хорошенько петельки у нас все обработались паром сверху а потом вот так не переворачивай мне так больно горячо то есть я вот так вот накрываю утюг и прохожу еще снизу то есть там нет если видно да идет сильный пар поставила а теперь я расправляю это вот я выравниваю петли выравниваю жгуты выравнись вы видите уже низ вот видно что низ уже не закручивается сейчас вот даю остыть опять то есть во время пока он у вас горячий вы можете регулировать как раз таки вот когда вы паром обрабатываете можно менять чуть-чуть пошире сделать или чуть-чуть высоты добавить да то есть все эти манипуляции делаются именно когда вот вы отпариваете пока изделие горячее вот и проходите паром и расправляете все косички чтобы они у вас все были ровные красивые вот ждем когда остынет и потом также аналогично соответственно делаем вторую сторону до что касаемо полочки и спинки так она уже у меня в принципе форм запомнила теперь что касаемо кармана карман когда связали он такой видите прямо весь маленький и снова съежившийся до сначала также сначала именно где косы иногда приходится в утюг два раза добавлять воды потому что она не хватает на одно изделие одного на одного как это сказать бутылька или что там которая утюга уже почти закончился потом также я поворачиваю до пар идет я вот так накрываю как бы чтобы этот пар прошел сквозь рукав и теперь уже расправляю его эти косички здесь они уже прямо стали мягче ровнее прохожу сначала эту сторону размягчая на края я не захожу да вот так выравниваю чтобы петельки ведь какие сразу ровные становятся сейчас она остынет дальше мы рукав развернем поперек чтобы у нас линия шва была ровная подвину чтобы было более лучше видно вот у нас линия шва вот здесь когда сшивать то есть понятно что когда петля в петлю сшиваешь в изнаночных петлях получается вот этот вот перекос на половинку петли вот после отпарки после доведения до ума изделия этого уже ничего не видно и прямо хорошо хорошо прохожу паром включая плечевой шов то есть вот как на рубашках то есть как рубашки выглавите да вы проходите утюгом чтобы не было этого шва вот так же и здесь только не касаясь то есть только паром и потом вот так опять подставляю чтобы она вот видите даже видно не знаю на видео видно нет вот пар он прям проходит сквозь эти дырочки вот а теперь вот так выравниваю вот и сразу ведь как полотно получается ровно и уже никаких ни швов ничего здесь краешек за счет того что мы петли петлю делали как у полу шнура до одну петлю у нас вот так подворачивается сам и смотрится уже как будто обтачка там сделано то есть вот я нижнюю часть чуть-чуть подтянула верхний нас все равно она будет не спадать потом по рукаву прошли и точно так сейчас она остыть остывает потом разворачиваем его потом мы делаем аналогично сначала вторую полочку потом второй рукав и уже в конце верхушку сейчас покажу еще низ после всего я прохожу еще один раз только уже с изнаночной стороны то есть вот он у меня ведь высох смысле много остыл вот он уже идет ровники когда еще начисать это все уже вообще ничего не будет видно даже намеков потом вы проходите соответственно вторую полочку и рукав а вот вниз еще то есть я поворачиваю на изнаночную сторону из изнаночной стороны еще раз прохожу паром чтобы легче было то есть я обычно вот край утюга я прямо видите как вот но уставлю то есть получать как бы еду до когда на машине есть на двух колесах вот но боковых вот так точно так же это сдержу утюг по крайней мере так рик руке намного легче и паром обдаю опять прошло и расправляют и чтоб она вот но запоминала до краешек он получается не стянут и свободный по низу особенно касательно когда вы распахиваете запахиваете до кардиган не стягивается низ не видно никакого натяжения нити то есть это идет то что касательно от парке поставка как от париться вторая часть но сейчас я доделаю и покажу дальше чтобы уже было видно и так я отпарила рукава полочки кармашки и наши центровые косы все осталось меня верхушка то есть я соединила полностью крючки видео по крючкам тоже кто не видел советую посмотреть как советую могу только рекомендовать ваше желание уже да то есть крючки пришиваем так чтобы они когда вот вы натягиваете надеваете изделие ведь ты даже вы тянете то есть но натянули сильно то не видно самого крючка то есть это самое главное чтобы но не было их до видно то не когда это крючки некрасиво получается и потом вот сейчас видно здесь повыше спинку также не касаясь я прохожу аккуратно эти еще места чтобы смягчить до максимально потому что в принципе любая от парка она намного смягчает изделие особенно если ты мохер вот нас плечевой шов который был да то есть вот он петля в петлю и за счет закрытия получается одной части да то есть мы фиксируем его чтобы он не растягивался и он ложится соответственно вот наши эти посадочные ряды здесь и косы вот мы их разровняли варну тут это у меня бирка моя это я тоже сейчас если вы видели то на странице я сделала живые stories и сделала мои находки в инстаграм отдельно и там я буду показывать давать ссылки на тех кого я заказываю что-то покупают то есть ну это касательно не только личных вещей украшений, одежды, обуви, сумок и все прочее, но и вот таких вот вещей, как эти бирочки. То есть делает девочка, делают на заказ, они хорошо держатся, они не стираются, то есть после стирки не портится вид. И как металлические, все-таки металлические, даже когда не ржавейка, я все-таки переживала, когда ни одна, ни две, а много стирок, да, соприкосновения. Ну, все-таки на будущее, чтобы, не дай бог, там ржавчина, там еще что-то не было. Вот у нас отпарили изделие, последние крючки, вот у меня здесь. Вот они видны, да, те, кто не видел. Вот они пришиты так, чтобы их прям было не видно. И когда они застегнуты, ой, вот, у нас оно плотно прилегает. кто-то любит на максимальный здесь подгорошек, кто-то пониже, это уже кому как удобнее. А теперь мое секретное оружие, без которого я никуда, то есть и любая вещь, особенно касательно это махера, это, соответственно, крылья, пальто, крылья и все остальное. Это вот такая расческа. Вообще эта расческа покупалась в отделе для животных, это там для кошек, для собак расческа. То есть, с одной стороны, тут металлические вот эти вот палочки, хотя, честно говоря, я для себя люблю металлические, то есть у меня есть такая же, только, ну, которая не для работы. Расческа, я ей расчесываюсь, она как и массаж головы, и в принципе, мои, учитывая, что у меня вроде как мало, волос тонкий, а всегда, когда укладываешь, целая шапка получается. Ну, по мне кажется, это полезно даже, наверное. Ну, суть не в этом, то есть здесь вот, то, что нам необходимо, здесь вот эта вот щетка, вот. Это такие раньше, если кто помнит, советское время были одежные щетки, они бывают разной плотности, вот в данном случае она такая достаточно плотная, то есть вот прям, ну, слышно, да, то есть как пластик там, вот этот вот, как он, не знаю, пластиковые какие-то, вот. Достаточно плотные. Им, то есть я уже расчесываю, можно начинать откуда угодно, там скос. И вот так вот весь кардиган, соответственно, я аккуратно прохожу этой щеткой. то есть так, чтобы не повреждать нить, да, но при этом выбивать пух. Во-первых, это сделает его мягче, пушистее, да, пушок разровняется, особенно, когда после стирки, там, если это альпака, она у вас получается немножко такая, знаете, как мягкие игрушки стирные, такая помятая, вот, тем самым вы распрямите. Такой щеткой, кстати, я даже пользуюсь, у меня свой кардиган сделан был из пряжи Дропсовской Меледи, нет, Мелоди, да, Меледи, это у меня кардиган, Меледи, Мелоди пряжи. Вот видите, даже вот видно, ну, вот разницу, вот это расчесали, а здесь вот я сейчас попробую поближе показать, вот видите, как здесь такая она гладкая, а здесь вот он уже, этот пушок, прям, вот его прям видно, здесь, ну, вживую прям очень сильно видно, камера не знаю, насколько передаст, вот, и вот на этой Меледи, Мелоди этой пряжи, то есть, когда я надеваю кардиган, то есть, если он у меня лежал на полке, скажем, да, все равно он такой примятый получается, я прямо такой же расческой, то есть, я его быстренько прямо на себя надела, прямо по себе его так все расчесала, и он, как будто только что новый, связанный, и вот так вот этот рукав, прямо вдоль вот петелек, да, то есть, как раз таки, тем самым, я разравниваю этот шов, и получается, видите, то есть, его шва вообще его не видно, то есть, где он там, вот, поэтому, аккуратно, занимает тоже время, конечно же, но зато, вы выходите, у вас, шикарное изделие, да, на плечах, и второй еще плюс, да, вот в этом, вот, особенно, если махер чуть-чуть покалывается, то, тем самым, вы вычесываете вот этот вот острый ворс, и изделие становится мягкое, если, конечно, у вас ажур, то, ну, с этим надо аккуратнее, да, там смотреть, на каких-то вещах все-таки можно это делать, на каких-то это не стоит делать, тут зависит от модели, то есть, да, понятно, что там на Королевском он связан из-за мериноса, особенно, если это экстрафайн, то такие вещи не прокатывают, а вот махер, особенно для крыльев, прям это, прям самое то, я долго сказала, чем это сделать, чем удобней, вот это самый лучший вариант начеса, и вот сейчас я покажу, вот, смотрите, чтобы было видно, вблизи вот рукав не начесанный, а вот рукав уже расчесанный, вот, я надеюсь, что разница прямо видна, вот, потом уже, соответственно, какие-то, вот, на полочке, только делаем это аккуратно, да, чтобы это вот, ну, не вытягивался, то есть, вот, придерживаем, вообще лучше вот так, сейчас подвину, лучше это делать, снизу начинать, мне просто не очень удобно это делать под камеру, да, а так, вот, снизу проходите все изделие, и оно придает эффект, вот, посмотрите, какой сразу, эффект шубки, видите, какой сразу пушок вышел, вот, надеюсь, очень что видно, сейчас попробую еще вот так, вот, вот, какой он сразу, мягкий стал, ну, соответственно, конечно же, это сразу другой вид, да, презентабельный, вот, на косах, на воротнике точно так же, то есть, особенно, не забываем, вот эти изнаночные петли, то есть, прям вот я так палец подкладываю, на палец, и вот так аккуратненько, каждую косичку, каждый проход, я вычесываю, бывает пряжа мохера, то есть, покупаешь, а он, ну, вот, бобильный, да, там все равно, даже когда вы вяжете, он у вас, ну, скатывается, да, сначала, и вот этим, тем самым, этот пух, как бы, из петелек выбиваете, и, кстати, касательно, вот, сказала, скатывается, сразу вспомнила, когда вы носите кардиган, если вы его носили, соответственно, бывает, вот, под, подмышками, под рукавами, да, где карманы, вот в этом месте, пилинг, образуются, катышки эти, так вот, когда, ну, соответственно, вот эти места, да, обычно у нас вот здесь, вот, да, где-то, где сумку вы носите, вот, то как раз-таки вот этой щеткой, это прям самое милое дело, то есть, прямо в обратную сторону, то есть, против получается, да, то есть, вы как бы снизу вверх делаете, и вы снимаете все эти катышки, они легко снимаются, главное, чтобы, говорю, чтобы щетка была более жесткой, то есть, у меня есть и мягкая, и жесткая, то есть, мягкую я использую для махера на шелке, а жесткую я использую для махера на па, где много сложений, то есть, потому что махер на шелке, для нее это слишком грубовато, и вот у нас остается вот этот вот пушок то есть это вот я часть немножко сделала вот у меня с одного рукава вот такой кусочек остался и потом когда вот если вы сделаете даже например сделали одну полочку а вторую еще не трогали когда вы повесите даже ну пола положите до перед собой разложите вернее перед собой вы сразу видите разницу насколько меняется изделие приобретает такой прямо благородный дорогой вид что очень важно вот так каждую косичку вот я стараюсь именно в косу я прохожу то есть также право ну как бы пальцем продеваю и вот начесываю и важно что видите у меня здесь крючок то есть а коса у меня не прижата тогда когда вот если видео смотрели по пришиванию крючков это очень важно то что если вы крючок пришли и вот так вот косу она вас будет вот так вот при плюс ну ты смотреться и на изделие особенно если это но вертикально издалека это будет очень видно вот так вот до конца конечно этот но вот нижнюю часть там например карман я не начесываю соответственно вот в данном заказе у меня идет кардиган без пояса а так здесь соответственно вот бывает пояс смотрите как сразу резиночка распушилась да и она уже не выделяется на фоне самого кардигана не видно а карман он там вообще внизу за счет того что он тонкий да как я показывал в мастер-классе вот он не выделяется не дает такой сильный объем у изделия потому что но все-таки бедра до особенно если размер не 42 побольше вот и не 52 то это очень важно надеюсь вам было полезно есть какие-то вопросы оставляйте тогда комментарии так вот у нас уже отпаренная и начесанное так скажем изделия полностью и хочу показать когда спрашивают про вешалки да то есть на чем если я вешаю то есть лучше всего по мне у меня есть свои никак одной рукой удобнее всего и мне нравится вот такие вот обычные вешалки здесь видите на прорезиненная часть вот когда надеваю соответственно этот край плечевой вот я поправила края потом когда приподнимаю я этот край слегка так вот правля и она висит из того что там резиновая резиновая она не скользит никуда видите сразу видите какой кушок как раз вот прям целый шоу получилось это пряжа я не помню сейчас уже какая то есть или астра или мистер джой но тут по-моему был 60 процентов мохера сколько-то меринос на м3 до стандартности вариант вот так он смотрится но даже если у вас 30 процентный там типа антареса пряжу принципе и вот если довести от парить и вот так начесать она тоже будет смотреться очень хорошо так что надеюсь вам пригодится пусть пользоваться и носить ваши изделия с удовольствием всем спасибо огромное за терпение за внимание всем пока